Субтитры создавал DimaTorzok Для кого Бобруйск стал второй родиной? Бутылка раздора. Правоохранители расследуют убийство мужчины в Бобруйском районе. При изучении личности фигурантки установлено, что она ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражи и грабеж. Что не поделили компаньоны? Визаж или медицина? Колледжи готовятся к приему абитуриентов. Созданы все условия для прекрасной работы, для обучения. Куда поступать? А также информационная война, ажиотажный спрос и капризный март. На субботу объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. На передовой информационной войны президент обозначил задачи для государственных СМИ. Александр Лукашенко отметил, наши медиа должны удерживать фокус внимания аудитории и просвещать ее. Также на рассмотрение вынесен проект указа, который регулирует вопросы рекламы. Его обсуждение стало одной из тем большого разговора. Правительство, администрация президента этот вопрос рассматривали несколько раз с разных сторон. Мы ввели в действие отечественную систему медиаизмерений, которая должна обеспечить прозрачность рынка и рейтинговых телеканалов и радиостанций нашей страны. Затем создали реестр рекламных распространителей. Это сделано. Сегодня ситуация поменялась кардинально. В результате нынешнего геополитического конфликта на Россию, а заодно и на Беларусь, обрушили новый шквал грабительских санкций. Возможно, это еще не предел. Высказался глава государства и про блокировку в стране YouTube и зарубежных соцсетей. По мнению белорусского лидера, такой шаг понятен, но для начала необходимо взвесить все за и против. Тем более, когда на подобных площадках комфортно себя чувствуют и госми, а не только зарубежные. Язык до смерти доведет. Сотрудники СК расследуют убийство мужчины в Бабруйском районе. Местный житель, как сообщается, 18 марта выпивал дома со знакомой. В ходе ссоры женщина схватила нож и не менее семи раз ударила им своего компаньона по лицу и шее. Скорую и милицию вызвали родственники, однако мужчина был уже мертв. При изучении личности фигурантки установлено, что она ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражи и грабеж. Постоянного места жительства не имеет. Злоупотребляет алкоголем. Подозреваемой применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. В поисках мира и спокойствия. За месяц в Беларусь прибыло более 6 тысяч граждан Украины. С начала действий на Донбассе наша страна стала вторым домом для 200 тысяч человек. О жизни с чистого листа Татьяна Горбач. Еще 7 лет назад Татьяна Земцова была счастлива в Луганской области. Гром грянул, когда в Украине развернулись боевые действия. Спасаясь от ужасов войны, семейство бросило все. Из страны выбирались под обстрелами. В Беларуси у мигрантов началась жизнь с чистого листа. Супруги устроились на работу, позже купили дом. Теперь о тех страшных событиях 2014-го женщина вспоминает с содроганием. Я здесь, когда гуляю по городу, я все время смотрю на людей. И вот я понимаю, насколько это все зыбко. В один миг это может прекратиться, например, как у нас. Мы тоже не думали, что это с нами произойдет. И как люди должны это беречь. Татьяна Земцова признается, в Беларусь она просто влюбилась. До сих пор не может надышаться свежим воздухом. Женщину восхищает доброта и открытость людей, чистота улиц и слаженная работа госслужб. Жизнь, говорит, наладилась. Дочки выучились. Младшая стала актрисой в театре имени Дунина Марценкевича. Старшая посвятила себя музыке. В январе семья получила белорусское гражданство. Появилась уверенность в завтрашнем дне. Я, конечно, была очень счастлива. В этот день я даже плакала, потому что мы шли к этому долгих восемь лет. Я теперь понимаю, что наконец-то я обрела для себя здесь свой дом, а не просто нахожусь в гостях. И таких жизненных историй, которые изменили судьбы людей, в нашей стране очень много. Только в Бобруйске проживают более 3,5 тысяч иностранцев. Из них свыше 500 из Украины. Своё будущее они связывают с Белоруссией. Именно поэтому по поручению главы государства процедура получения гражданства и вида нажительства для мигрантов из страны-соседки была упрощена. До 15 апреля действует безвизовый режим. В прошлом году состоялся большой разговор с президентом. После этого события более 100 граждан Украины, прибывшие с Донецкой и Луганской области, изъявили желание получить гражданство Республики Беларусь. На сегодняшний день 38 граждан получили гражданство Республики Беларусь. И более 20 материалов находятся ещё в производстве. После указа президента с августа 2021-го свыше 3 тысяч мигрантов из соседнего государства стали белорусскими гражданами. За 7 лет с начала военных действий на Донбассе в нашей стране мир обрели более 200 тысяч украинцев. Каждый из них не понаслышке знает. Всё познаётся в сравнении. Татьяна Горбач, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Посевная компания, продуктовый ассортимент и природный эликсир. В Беларуси начали собирать берёзовый сок. Сколько продлится заготовительный сезон? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белорусские аграрии на старте весенней посевной компании. В хозяйствах заканчивается ремонт техники и идёт активная закупка в удобрении. Объём урожая зерна в 2022-м должен составить 9 миллионов тонн. Рапса – 700 тысяч тонн. Сахарные свёклы – 5 миллионов тонн. Парламентарии продолжают мониторить цены на социально значимые товары. Контроль почти ежедневный. Проверяют крупные городские и маленькие сельские магазины по всей стране. Всего в списке два десятка позиций. Особый акцент на ассортимент торговых сетей. Есть ли ажиотаж или дефицит на отдельные продукты. Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию. Акцент на соблюдение ПДД мотоциклистами. До 3 апреля наряды ДПС будут отрабатывать места отдыха, особенно вечернее и ночное время. В 2021-м в Могилёвской области произошла 31 авария с участием водителей байков. Два человека погибли, 29 получили травмы. В стране начали собирать березовый сок. Вкусовые качества продукта зависят от места, где растут деревья. На возвышенностях напиток слаще. Если весна будет мягкой, то сезон заготовки может растянуться и до 5 недель. Обычно он длится 2 или 3. Приобрести природный эликсир можно в лесничествах. В Беларусь идет похолодание. В субботу прогнозируются осадки и сильный ветер. Порывы достигнут 20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 13 градусов, ночью в воскресенье будет до 7 мороза. В целом температурный фон марта ниже климатической нормы. Исправленному верить в администрации Ленинского района прошло заседание наблюдательной комиссии. На повестке дня социальная адаптация тех, кто освободился из мест лишения свободы. Речь в первую очередь о помощи в трудоустройстве. Здесь ряд проблемных вопросов. Судимые обычно имеют лишь базовое образование и могут рассчитывать на низкоквалифицированный труд. Многие считают такую работу непрестижной. К тому же некоторым отказывают и предприятия. Цель нашей акции все-таки помочь дойти до каждого судимого, индивидуально посмотреть на каждую личность, где мы можем им помочь не только в трудоустройстве, но и в каком-то бытовом устройстве. Центр занятости предлагает вакансии на ТАИМе, Вавруйской граммашек, Кошкомбинации, Белметалли и ДЭПе. Соцслужбы в свою очередь помогают с восстановлением документов. Можно также получить профессию или пройти переобучение. Не просто корочка. До конца учебного года остается всего два месяца. А значит, абитуриентам пора определяться с будущей профессией. С этим помогут дни открытых дверей. Вавруйские колледжи готовы набирать как после девятого класса, так и после одиннадцатого. О непростом выборе Карина Гуревич. Пока одни считают дни до весенних каникул, другие штудируют книги и решают тесты. До конца учебного года остается одна четверть. А значит, абитуриентам пора определяться с выбором профессии. Оценить шансы помогает технологический колледж. На мастер-классах учат, как выкроить летнее платье или нанести идеальный нюдовый макияж. В профессии парикмакера много нюансов. Нужно правильно подобрать уходовое и стайлинговое средства, выбрать утюжок, уложить прядь к пряде. Здесь никуда без вдохновения, но самое важное – угодить клиенту. Абитуриентам предлагают не только плодотворное обучение, но и интересную творческую жизнь. Колледж поддерживает своих ребят во всех начинаниях, а иногородним и вовсе готовы предоставить общежитие. Те ребята, которые обучаются по профессии, допустим, швея, получают не только профессиональные навыки, обучаются не только востребованной в наше время профессии, с помощью которой можно зарабатывать, но кроме этого они могут развиваться и в творческом плане. В медколледже школьников знакомят с симуляционным центром и отрабатывают навыки на манекене. Такая практика позволяет полностью погрузиться в ситуацию без вреда для здоровья настоящего человека. Готовят специалистов по двум направлениям – лечебное и сестринское дело. В нашем колледже на самом деле созданы все условия для прекрасной работы, для обучения и работают на самом деле профессионалы своего дела, прекрасные клиницисты, которые правда обучают на уровне, на должном. В первой пожарной части встречают класс профессиональной направленности. Экскурсию будущим спасателям проводят накануне Дня открытых дверей в Университете гражданской защиты МЧС, который пройдет 26 марта. Рассказывают обо всех нюансах работы – от организации быта до условий труда. Они должны знать, что их может ожидать во время дежурства, какие задачи будут стоять перед ними, какая подготовка должна быть физическая – это немаловажно. Работа специфическая, требует определенных усилий, выносливости. Вступительная кампания в Бобруйске начнется уже в середине июля. Зачисление в колледже проходит только по конкурсу среднего балла-аттестата. Всю подробную информацию можно найти на сайтах учреждений образования. Школьникам остается принять важное решение и достойно закончить год. Карина Гуревич, Максим Кембель, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!